всем привет дорогие друзья сегодня мы продолжаем с вами изучать ассортимент рынка садовод для тех кто не знает садовод это самый большой вещевой рынок в москве купить там можно все что угодно давайте посмотрим что же купили мы поехали вы знаете что я хочу сказать да на этот садовод нужно ехать с огромным кошельком денег потому что купить здесь реально можно все что угодно есть вещи как очень дешевые такого посредственного качества скажем даже так плохого есть и хорошие вещи в магазинах эти вещи стоят намного намного дороже поэтому если есть возможность сюда приехать то вы здесь абсолютно точно с уверенностью могу сказать сказать оденьтесь оденьтесь поэтому идем искать сейчас с вами джинсы выбирать так ленчик зашла купить себе джинсы здесь очень большой выбор и она сейчас я ее буду снимать она оденет и выберет какие по душе хлопочек если смотреть какие ли надела джинсы по мне так зачетные хотя мне сказали эти со скидкой сказали отдадут почему не так вот эти вот полосы вот пусть в комментариях напишут мне люди я ну как не знаю мне вот эти полосы во-первых во-вторых бедра здесь широкие и получается что в общем не твоя модель аля гучи гучи а это не куча шаны встань прямо ножки станцевать могу ну сейчас я тебе покажу эти получше ну вот это совсем другое делают вы говорите предыдущие предыдущие было что-то такое не предыдущая за счет полосок белый карман посмотрите как хорошо как на фото карман интересный крупный карман карман проверили карман там что вот этикетка что не но здесь хорошо мне нравится как все животные катая талия но что скажешь ничего тоже слива отлично я считаю напишите в комментариях пожалуйста а пока тебя напишут мы сегодня отсюда уже опубликую видео сегодня уже напишет мне кажется хорошо спиночка крупный кармашек вот висят смотрится иначе так они идеальны не на мне те почему-то больше нравились минут эти тоже хороши эти по-своему те по-своему вот если между двумя я бы взяла предыдущие дамы предыдущие вот еще синий я поправлюсь а мы тебе не дадим кушать я тебя для чего подарила на 8 смотрите вот здесь есть место покушать нету я нету место покушать ну да вот эти симпатичные эти они как бы мне кажется простые и в то же время такие взять и стоит сколько одни двое одни это будет нет но если одни а потом приедем за вторым эти две пятьсот и две восемьсот эти две пятьсот и две восемьсот ну чё скажется ну сейчас я посмотрю еще сама по видео мне кажется вот тот вариант был получше так девочки в общем взяла я себе вот эти джинсики за три тысячи да но мне сделали скидочку очень хорошую я не буду ее озвучивать потому что для каждого цена индивидуальная в общем ассортимент здесь есть сейчас я на улице выйду там получше можно посмотреть в общем смотрите ассортимент здесь действительно большой джинсов на любой вкус каждый найдет себе по вкусу есть абсолютно разные цены приемлемые в магазине все стоит гораздо дороже мне сейчас визиточку напишут а я вам покажу вообще вот смотрите прямо напротив цветов 3 павильон сразу вы заходите здесь конечно целые ряды но если если понравились зачем ходить долго правильно так сейчас нам тут что подписали так садовод 5 павильон 30 линия вот так вот все это выглядит спасибо спасибо большое так девчоночки идем с вами в 18 ряд нам сейчас подсказали что в восемнадцатом ряду можно купить такие чуть ли не врезался можно купить более качественные вещи начиная с 18 17 и 16 ряд поэтому мы сейчас с вами посмотрим какие вещи там девочки зашли в купальники я померила купальники очень красивые и очень очень хорошие цены 1800 1600 вообще шикарно сейчас покажу тот который я себе купила оксана на меня посмотрел и решила купить тоже пошла мерить сейчас здесь реально вот прям такие расцветки сочные насыщенные сейчас свой покажу тут ведь два моих мешка уже мне уже тяжело с ними ходить причем вот этот мешок видите которая купила с пайетками на практически аналогичные моему я знаю что он очень крепкий почему ксюша у нас меряет купальник очень красивые купальные прям реально очень красиво вот это вот такие вот красивые трус и вот здесь вот такой вот шикарный лифчик это очень готовы смотреть смотреть и смотреть а я вот такой вот внутри записи в тейв street и купальник 1600 1600 вот ведь я сам не смотрела на этот решила померить и ей тоже обалденный классно купальник подобрали потому что девчонки очень классно умеют подбирать здесь. Вы знаете, как бывает иногда нехотя. А здесь прям вообще очень здорово. Сейчас вам... Сейчас покажу вам, как где палатка выглядит. Сейчас номер. Номер. Прям неожиданно мы сюда на... А какой номер у вас? Так, слушайте. Номера не вижу. А, вон он номер. 18. 18.01А. Ну, в общем-то, сразу при входе вот напротив Чайханы. Вообще, просто классно. Вот он, видите? Оксанин купальник здесь расположен. Ну и на девчонок у тех, у кого есть фигура красивая, стройная, тоже купальники вообще шикарные. До 70 размера мы будем ничего надеть. Даже до 70 размера. Вообще круто. Так, девчонки. В общем, финансы таят. Хочу сказать. Потому что это что-то нереальное. Зачем мы ездили во все эти торговые цены? Я не понимаю. Правы наши были знакомые. Что только сюда. Штора? Ага, я такие хотела. А, вот мне писали как раз-таки про этот ряд. Что здесь польские вещи. Польские вещи, польские платья очень хорошего качества. Кто-то ушел без куртки, слышите? Объявляют. Да. Так, ну футболки нам сейчас девчонки сказали, что вы найдете вряд ли на этом ряду. Хотя, вот они футболки. Оксана, а вот они футболки. Почему мы не найдем? Смотрите, какая сиреневая красивая. Она укороченная. Мне, конечно, нужно что-то подлиннее. А шортики-то какие красивые. Здесь прям выгодно вещи отличаются от других рядов. Вот кто мне говорил, что здесь сложно что-то найти. Посмотрите, какие шикарные костюмы. Вот это вот, смотрите, какой просто вообще наряд. Отпад, я считаю, да? Угу. Оксана что-то взгрустнула, купальник купила, взгрустнула. Наоборот, должна порадоваться. Такой купальник себе классный. А вот они, кстати, из Турции-то вот эти вот костюмы-то. Угу. Вот он, смотрите, какой симпатичный. Угу. Качество хорошее. Сколько? Сколько такой стоит? Почти лететь вот в таком. 3 500, видите, стоит. И большие, да, есть? Угу. И сцены отличные. Ой, а платья какие красивые. Вот они. Я, как всегда, опять на красное смотрю. Ну, вот мы с тобой их видели. Слушайте, вот в Стамбуле мы видели такие костюмы, и они были дороже, чем здесь. дороже были. мы же не оптовики. Ну, дороже были. А здесь цены ниже. А вот так вообще... И салютчо тоже продают по дороже, просто мы... Так. Это очень демократичные цены. Демократичные цены, действительно. Кто вот писал, что так оно и есть. Можно я платье вот это вот покажу? Просто я не могу глаз оторвать от платья, прям вот вообще, смотрите. платье. Платье просто чудесное. По 2 500, да? Стретина отлично. Вообще это очень... И вообще там ассортимент очень большой. Можешь мне померить, смотри. Уже... Уже... Мириться. Ну, вообще... Чудесный ассортимент. Вот такие вот, смотрите, свидетельки. По 500 рублей. Вот эти не знаю, поскольку неохота заходить, спрашивать. Но очень красивые. Курточки. Ну, это понятно, что не кожа, но 1400-800 рублей. Подростку, допустим, какому-то купить. Очень даже ничего. Так. Я, как всегда, купила Ваня, купила себе, кроме мужа. Мужу я ничего не купила. Слышите, даже корейская косметика. Ох, какая интересная штучка с кампунчиками. Так. Ну, здесь на этом ряду платья, я смотрю. Куртки. Это вот турецкий. Видите, ряд какой идет? Турецкий ряд. Платья. Мы с тобой их все в Стамбуле видели. Вот мы где не ходили, везде кругом вот эти вот блестящие платья были. Но мы даже возле них никогда не останавливались. Ну, мы не останавливались. Ну, зачем они нам? Они нам не нужны. Это кому-то вот на торжество, на какое-то либо еще что-то. Но блузочки вот симпатичные. Вот мятные, наподобие, как у меня мятные. Производство Турции. Ну, там это такая праздничная одежда. Там праздничная. У меня уже праздничная достаточно. Одежды разные. Поэтому мне нужны просто обычные хэбэшные какие-то симпатичные футболочки. 800 рублей. А дальше у нас начинается 17 ряд. Здесь вот такие вот симпатичные курточки разные. С мехом. В общем, курточки по 9 тысяч. Такие вот с мехом. Просто там, видите, мужчины чуть ли не восьнос. Прям вот они боятся, что их снимают. То ли они как-то их, не знаю, у них то ли одежда не та, то ли еще что-то. Кто-то с удовольствием прям рассказывает, показывает, объясняет все. Вот. А кто-то прям боится. Не знаю. Такие за 1200 можно прям совсем простые джинсы купить. Допустим, кто работает на работе либо еще что-то. Так. Ага. Вот эту я тоже помню. Палаточку. Хоть мы здесь не были уже 5 лет, но такого плана я покупала себе кофты. На замочках здесь. Здесь по 1500. 45. Так. Кстати, рынок я знаю, что обычно рано закрывается. Где-то, по-моему, в 64 или 5, может быть, если я не ошибаюсь. Раньше так было. Уже начинали собираться все. Сейчас не знаю, как. Вот такие вот весенние курточки. Сейчас вот прям популярно. Видишь, вот это вот на замке фэшн, вот это вот надписи все. Потому что... ночь, допустим, это больше кофты. Ну, это кофта, да. Понятно, что кофта. Я говорю, что популярны сейчас, что ботинки, что вот любые вещи вот с этими вот молниями, с такими интересными. А вот оригинальный, смотрите, какой костюм. Джинсовая курточка сверху и платье. А, это юбка, наверное, да? Юбка красивая. Это юбка. Это юбка. Не юбка. Это костюм. Ну, я и поняла, что это костюм. Я же тебе говорю. Они есть в разу цвета. Красиво сделаны. Очень модно. Дорогой? Нет. А ты что? Нет. $1,500. $3,500. Ну, нормально. Цена нормальная. $3,500. И куртка, и юбка тут. Так, вот такие вот какие-то дизайнерские здесь вещи дизайнерские. Такие платья объемные. Вот. Кто любит? Ну, это прям вот такой вот стиль. Я знаю, что многие так вот одеваются. Такие вот курточки по 3-100. Такие легкие-легкие ветровки. Видите, здесь тоже... Ну, оригинальные. Оригинальные. Они, видите, как цветные. То есть у них получается рукав цветной. Ну, мода. Я вот... Ну, сейчас обращаю внимание. Я, конечно, в моде очень плохо разбираюсь. Но, тем не менее... У нас вот нитки торчат все. Вот. Дизайн... Что это за вещи такие? Ну, это вот так вот сейчас делают. В этом... В этом весь шик. Пойдем дальше. Тут тоже, в общем, джинсы, все. Ну, так вот, я думаю, что на этом ряду мы, наверное, с тобой тоже футболок-то не найдем. Юбки вот довольно-таки симпатичные. Смотрите, какие. Я, конечно, такие длинные не ношу. Да я вообще юбки не ношу. Ну, вот эта вот плессированная юбочка мне понравилась. У нее, причем, вверх очень хорошо сделан. Так, вот такие вот интересные. Я не пойму даже, что это. Тунички или пиджачки какие-то такие. Типа как лен. Такой состав у них. Непонятно. В общем, цены вот абсолютно разные. Есть вещи дорогие, есть вещи прям совсем дешевые. Но однозначно, допустим, вот то, что в магазине ты купишь за 9 тысяч, ты купишь там за 2,5 тысячи, за 3 тысячи. То есть это... Ой, смотрите, там вон рубашечку вижу издалека, которая привлекла мое внимание с котятками. Большой любитель кошек. Оригинально, да? Смотрите, какая кошки. А, это спина так сделана. Рубашки с кошками. А спереди у нее она просто обычная черная. Спереди. Ну, так вот. Дизайн очень хороший. Да, дизайн вообще какой классный. Рубашек. Смотри, какие котики. Не знаю. А сколько такая рубашка? А потом? Нет, в розницу. 2,300. 2,300. Так, это хлопок, да? Да, там с добавкой есть. С добавкой, ну очень даже. Так, 14-й ряд. Написано турецкие и польские производители. Пойдемте посмотрим с вами, что у них здесь интересного. Так, ну вот я иду пока что. А, ну вот, Оксана, мы видели такое вот. Вот костюмы, как ты, брат. Вот они. Сколько тебе стоит сейчас? Один в один. Сейчас вот они модные, вот эти вот удлиненные такие кофты. Вот они и есть удлиненные. Сколько там у костюмчик стоит? Не знаю. Сколько костюмчик стоит, не знаю. Где-то далеко. А здесь вот контейнеры сдают. Сейчас спустится. Вот эти вот, прямо вот в Стамбуле один в один мы были в палатке. Вот, смотрите, вот как мы увидели. 5 тысяч вот такой вот костюм стоимость. Это с брюками вместе он идет. Турецкого качества. И каких только никаких моделей. Расцветок. Красные, серые, черные. Смотрите, вот как Аля Шанель. Все они по 5 тысяч рублей. Ну вот на 14-м ряду пока что вот одежда-то особо не впечатляет. Выбор большой есть. Но просто есть такие ряды, в которые ты заходишь, смотрите, какие платки. И прямо вот, ну это понятно. Ну вот, допустим, вот такие платья. Ну вот куда вот их сейчас в данный момент носить? Вот, ну ладно. Ну горох ладно, моде. Ну вот такие вот, допустим, платья не нравятся. Ну такие, возрастные. Возрастные. Как бы, мое дело показать, а ваше дело посмотреть. Может быть, кому-то понравится действительно. По 1000 рублей платья вот там были. Здесь видите, сколько много людей. И потому что дешевые кофты по 300 рублей. И оптомы в рознице по 450 рублей. Ну, не знаю насчет качества. Разные спортивные брюки, кстати, по 500 рублей. Такие брюки обычно везде стоят там, ну, в спортивных магазинах по 2000. Ну, единственное, что вот даже, видите, по 350 рублей есть. А маек, интересно, нету спортивных? Ну, это, конечно, тоже маленькие размеры. Но, тем не менее, вот у кого маленький размер, видите, здесь можно купить разные симпатичные штаны спортивные. Так, мы сейчас пока возвращаемся к 20-му ряду. Мы их незаслуженно быстро пробежали. В общем, а вот эти вот все промежуточные ряды, которые вот, ну, стыкующие, видите, он тоже один большой такой ряд длинный, чтобы зайти на какие-то линии. Вот здесь вообще дешевая. Ну, прям реально дешевая такая одежда. 150 рублей. Вот светорочки мужские такие по 450 рублей. Футболки по 250 рублей. Но надо понимать, что качество вещей здесь низкое. Купить вы купите, но качество вещей низкое. Что ты хочешь? О, распродажа очков по 400 рублей. Пальто, смотрите. Ну, а стоимость, наверное, этих очков рублей по 100. Здесь, видите, промежуточных вот в этих рядах совсем дешевые платьицы. Вот такие вот длинние. Ну, состав, конечно же, это полиэстер. Ну, вот они по 600 рублей продаются. По 600, по 700. А здесь вот распродажа курток. По 1000 рублей, по 1300. Ну, сейчас вот под конец, видите, уже многие закрываются, поэтому уступают. По цене уступают. Так, вот здесь, видите, людей много, значит, распродажи. По 1000 рублей. По 1000 рублей можно выбрать себе какие-то платьицы. Здесь по 800 рублей можно выбрать платьицы. Ну, это такое вот. Я даже... Ну, во-первых, я не знаю, оно... Маленькие все, конечно. Ну, ладно. 1500. Ну, вот это вот симпатичная кофточка. А, кстати, смотрите. Это ряд 1000 рублей без примерки. То есть, вот здесь любая вещь стоит 1000 рублей. Если здесь покопаться, посмотреть... Ну, понятно, что остается на тебе боже, что мне не гоже. Платье вот такое вот, 38 размер, 1000 рублей. Так, смотрю, они прям уже все старательно, старательно, старательно собираются. Вот в этом ряду тоже все по 1000. Посмотрим, что можно купить за 1000. Вот такая кофточка. Ну, видите, мне блузки не нужны. Мне нужны футболки. А футболки, видимо, еще все-таки рановато. Потому что везде висят вот такие вот блузки с длинным рукавом. А мне нужны уже все-таки летние вещи, потому что блузок у меня много. Смотрите, мы в Стамбуле, когда приехали в район Мертер, мы когда видели хорошие вещи, там везде было написано «Только опт», «Только опт», «Только опт». И у нас здесь тоже, видите, смотрите, вот я иду, допустим, мне футболочка понравилась беленькая, да, такая с пайетками. Здесь тоже написано «Только опт». «Только опт», «Только опт». Непонятно, то ли они их распаковывать, эти вещи не хотят. Еще я обратила внимание на такие вот интересные манекены, смотрите, какие. Сейчас манекены все с головами, с такими, с большими. И с прическами. А? Все, да, уже закрывается. Ну, видимо... Не, но они интересные очень. Интересные, да, оригинальные. А, или это урок, как и отличная на урок. Нет, Оксана, а это же вот тоже та же вот палатка, как мы с тобой рубашки вот эти брали. Вот это вот, знаете, из той породы, когда стразы не отлетают. То есть это все качественно такие вещи сделаны. А вот зато тебе тысяча рублей. Пришли на 16-й ряд. Здесь смотрите, какие паре у красоты неописуемые. Ну, вернее, это не паре, он называется, такие пляжные платья. Очень красивые расцветки. Смотрите, какие прелесть. Сейчас зайду, спрошу, сколько, допустим, вот такая красненькая стоит накидка. Красивая накидуха. И вот эта тоже симпатичная, смотрите. А сколько у вас такие стоят накидочки? Красные. Тысяч пятьсот. Полторы тысячи вот такие накидки стоят. Очень... Так, ребятки, последний ряд у нас на сегодня, это второй. Нам сказали, что вот здесь, во втором ряду, можно купить неплохую обувь. Продавцы сказали, которые знают, которые здесь работают. Но они сказали, смотрите, вот там вот в самом конце, там начало. А нужно брать, вот именно смотреть в конце, что в конце обувь более-менее приемлемая. Вот такого плана. Пять семьсот. Такого плана туфли стоят. Так, вот здесь сапоги от трех тысяч, от двух тысяч вот такие вот ботильоны. Так, ну мне-то вот обувь не нужна. А вот Ивану я бы что-нибудь купила бы. Резиновые сапоги нам не нужны. А вот они, видите, все блестящие. Но мы такие блестящие покупали с вами. И хочу сказать, что они не очень удобные. В том плане, что жесткие, кроссовки очень жесткие. Такие вот, смотрите, сейчас все блестящие. Кстати, вот здесь вот мягко сделано для того, чтобы ноги плохо-плохо не было. Но такая прозрачная платформа на любителя. А есть прям хорошие, действительно такие достойные экземпляры. Кстати, здесь очень похоже на стамбульскую обувь. Вот такую вот я там видела точно. Могу сказать, она очень похожа, кстати, на мою. Берсаж. Сколько такие интересные стоят сейчас спросу? Ходи туда. Скажите, а такие сколько стоят? Три. Три с половиной. Это вот уже весна. Видите, три с половиной. И красные такие есть. Но у меня вот именно, видите, мой вкус. Вот они мне вот такие вот все нравятся. А, это, видите, как подделка под Болинсиагу. Здесь вот уже идет царство, смотрите, подделки. А может, они подделки, а 6 270. Корсовочки стоят. Вот такие яркие, яркие, бросающиеся в глаза. Здесь тапочки, вот распродажи по две с половиной тысячи. А я пойду, зайду внутрь. Это натуральная кожа, производство Турции. У них с ценами, кстати, по 7-6 тысяч. Я вижу. 20% скид. Сейчас? Ну да. А 7... Это от 7 тысяч скид? 20% скид. Юшка, почему они такие тяжелые? Уже на него у нас гелевая подошва. А, гелевая подошва. С бантиками. А, они же гелевая подошва. Спортские будут. Есть и легкие. Да, ну что, в 800 модели зависит. А, тапочки красивые, я смотрю там. Ну-ка, вот так вот, вот легкие, смотри. Нет, вот, мне нравятся. 6,8-7, смотри. Легкие вообще невесомые. Ну, там с такой платформой, с огромной. С чем они с такой платформой с огромной? А вот ботинки, допустим, наподобие. Вот наподобие, как у меня белые, кстати. Сколько такие стоят? А это у вас как бы не одна фирма? Может быть, за скидкой. 1,320. А это осенние. Ну, это не может быть твоей фирмой. Ну, не знаю. Ну, похоже. Смотрите, сейчас Гуччи. Все вот в таких вот переливающихся стразах. Вы знаете, как сразу на сорока. Сорока сразу смотрит. Все, ну, мне вот эти вот понравились. Понятно, что стразы-то красивые, но это непрактично. Мне очень вот такие вот понравились. Мягкая-мягкая кожа здесь. Вообще, обалдеть. Цен у них, конечно, не написано. Нужно... А вот такие? 5 тысяч. 5 тысяч. Ну, они видно, что вот они стоят 5 тысяч. Это их цена, действительно. Так оно и есть. Вот она. На осень. Самое оно. Я еще не определилась. Хочу я... Легкие-легкие, я говорю. Прям вообще кожа изумительна. Вот эти немножечко как... Видите, немножко как поднимается с другой стороны тоже вот. Мне вот эти вот очень сильно понравились. Мне вот эти, когда они легкие-легкие. Ну, вообще, подошва такая удобная. Не знаю, мерить надо. Бьюти написано. А вот эти... А вот эти от 2,5. 2,5 тысячи. Вот такие. Ну, это кеды, они тяжелые. Это легкие. Тут что-то такое. Хорошая модель. Вот это вот в моем стиле. Легкие-легкие. Так, вот мы зашли в детскую палаточку. Ну, в смысле, с детской обувью. Выбор здесь, конечно, очень большой. Но не знаю, конечно, насколько она качественная. Ну, вот это вот все подделки под известные бренды. Вот такие вот мне предлагают за полторы тысячи. Сейчас он пошел размер посмотреть. Я сегодня хожу на манекенов, удивляюсь. Смотрите, какие яркие... В смысле, не манекены, а парики яркие у манекенов. Ну, и, кстати, симпатичная вот эта вот курточка. Мне нравится на весну. Спросишь? А, ну вот они, цены. Распродажи 1500. 1500. 1500. Да. Не, ну вот это, мне кажется, не распродажа. Вот это, мне кажется, подороже курточка. Будет черненькая стоить. Вот эта, кстати, тоже, смотри, интересная. Она как кофта сделана. Да. Но это на такую уже, на позднюю весну. Да, это у нас... Уже когда совсем тепло. Ну, и эти тоже, наверное, ветровки. А вот еще ветровки, все эти разные. Ну, не знаю. Я вот такую... Ну, вот это вот самое обычное. Я такие... Мне вот не нравятся вообще они нисколько. Ну, кому-то нравится. Ну, кому-то нравится, да. Это чисто мое мнение. Ну, у нас у нас смотри хотя бы есть 58, 68. Ну, понятно, да. То есть людям есть возможность больших... Ну, вот светлая вот, допустим, еще ничего. И красная, кстати, ничего, да, да. И там большой... А сколько стоит? Ну, спроси, сколько вот красная стоит? Просто у меня что-то уже даже рука отваливается. Уже устали ходить. Сколько? 3 800. 3 800. Ну, нет, вот красненькая симпатичная. Мне понравилось. В общем, дорогие друзья, находившись по этому торговому комплексу, ну, точнее, по рынку, я бы сказала, 4,5 часа. Уже ничего не надо. Уже больше никаких ни футболок, ничего. Но хочу сказать, что ассортимент очень большой. Купить можно все, что угодно. Было бы желание и время. И деньги, разумеется. В общем, много чего купили. Обзор покупок будет, наверное, в следующем видео. Что я купила в ванне, примерка. Ну, себе практически-то я ничего не купила. Ну, тоже кое-какие вещи-то есть. В общем, как всегда, увидимся с вами вновь в следующем видео. И всем добра, удачи, позитива. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok